Провинция Тартус Мы едем навестить родителей некоторых погибших солдат, многочисленные фотографии которых висят практически во всех населенных пунктах, и отдать дань уважения их подвигам. Сын погиб 28 мая в Дамаске. Есть один брат и две сестры. Ему было 28 лет. Царство Небесное ему и всем погибшим за родину. Бог отомстит за них. Мы победим. Конечно, у кого нет родины, нет и веры. Я хочу сказать, те, кто предал родину, где он жил, ел и пил, в конце концов останутся без поддержки. Предателю никто не станет доверять. Мы просим Бога наказать всех предателей Родины, всех, кто заставляет матерей плакать. Эти погибшие – большая потеря для Родины и для нас. Мы каждый день молимся, чтобы армия победила, и все солдаты вернулись к своим матерям. Дай Бог победа будет за нами, за армией и Сирией. Героически погибший за Родину – лейтенант Али Камаль Хусейн. У меня два сына. Один погиб за Родину, а второй служит в армии. И две девочки. Если понадобится, для Родины ничего не жалко. Мы гордимся сыном, потому что он погиб, защищая Родину, семью и сестер. Мы благодарим Бога за все. Моя кровь за Родину. Героически погибший за Родину – Ахмад Сальман Ахмад. Недалеко от крепости Маркаб находится деревня Аль-Беда, в которой несколько месяцев назад боевики устроили массовую резню мирных жителей. Для того, чтобы контролировать город Баниас и создать Исламский Эмират, в мае 2013 года, по приказу находящегося в Турции шейха Анаса Айрута и Мустафы Абеда, на территории этой деревни было создано три батальона – Наср Аль-Ислам, батальон мучеников Баниаса и Фежер Аль-Ислам. Мы получили информацию о местонахождении в одном из домов деревни Аль-Беда, склада оружия и боеприпасов. Для обезвреживания склада в деревню было направлено подразделение, состоящее из 30 бойцов. В деревне находилось 250 боевиков, которые по приказу полевого командира Анаса Айрута и информационного агента Мустафы Абеда планировали устроить резню, когда к деревне подойдет армия. Они должны были грабить, убивать, насиловать без разбора, и все боевики должны были быть одеты в форму. У каждого из них было по флакону, содержащему химические вещества, чтобы обезображивать лица. Нужно отметить, что большое число жителей этих районов приютили боевиков, кормили и принимали их у себя дома. Все должны понимать, от террористов никто не спасется. Цель терроризма – это убийство. Террористам выдали флаконы с лекарствами до увеличения сексуальных возможностей и психотропные таблетки для снижения страха, чтобы они не боялись крови. Они собрали на площади у мечети несколько стариков и мулу с его женой и сыном. Пришел командир батальона Наср Алислам и напомнил шейху Амару Баяси, что он обещал вернуться и убить того. После этого он выстрелил в шейха в упор. Подбежал сын шейха, чтобы защитить отца. Он и в него выстрелил два раза. Жена шейха плюнула бандиту в морду, он убил ее. После чего вернулся к шейху, наступил на него и выстрелил еще раз. Были убиты все старики и женщины на площади. После чего бандиты начали атаковать дома, где находились женщины и дети. Они начали насиловать, убивать и жечь дома. Все это время солдаты были окружены рядом со складом. То же самое происходило в Рас-Аль-Наба. Дауд Дарвим, председатель профсоюза энергетиков Баниаса. Я сириец. Я горжусь тем, что живу в этой стране. Сирия подверглась заговору. Никогда ничего подобного в мире не было. Все это из-за идеологии ваххабизма, которая разделяет людей, и салафизма, который поддерживает террористические группировки. Они прячутся под религиозное одеяло с целью проникнуть в сирийское общество. В результате вторжения террористической группировки в Аль-Беда, жители начали просить армию о помощи. Сын погибшего Муллы, Амара Баяси. Меня не было в деревне, но я был на связи с отцом. Утром я ехал в деревню и говорил с отцом. Он сказал мне не приезжать, потому что в деревне идут бои между армией и террористами. К сожалению, оказалось, что в деревне находится огромная группировка боевиков. Начался бой. Было две группировки боевиков. Одна в начале деревни, другая в конце. Группа военных была окружена боевиками в конце деревни. Бои шли долго, до двух часов дня. К моему отцу всегда приходили военные, обсуждали тему боевиков. Он всегда был на связи и с боевиками, чтобы вести диалог между ними и правительством. Но со стороны боевиков положительной реакции не было. Как только военные ушли, вошла группа террористов, убили моего отца, маму и брата и сожгли дом. На этой улице было убито 130 гражданских лиц. Общее число мирных жителей, погибших от рук террористов в деревнях Альбеда и Расальнаба, составило 700 человек. В деревне Маркеп с 5000 жителей, к счастью, обошлось без кровопролития. В результате трехсторонних переговоров между правительством, населением и бандитами, жители деревни убедили боевиков сложить оружие. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы рады, что в атаке у нас провожают радостные лица детей. Субтитры создавал DimaTorzok